Здравствуйте, дорогие друзья! Очень многие зрители ожидали Михаила Бородянского у нас на канале. И вот, наконец-то, по вашим просьбам, мы пригласили сегодня Михаила поговорить на тему, которая нас сегодня интересует больше всего. Это тема, связанная с психологическими аспектами похудения. Для вас не секрет, что мы находимся сейчас на специальной программе. И пригласили Михаила поговорить на эту тему с психологической точки зрения. Здравствуйте, Светлана! Рад вас видеть снова. Да, я тоже очень рада вас видеть. Мы давно не видели. С Новым годом вас! И вас с Новым годом! Да, спасибо! Как у вас дела? У нас все хорошо. Мы движемся вперед и ни шагу назад. Значит, я, Михаила, хотела бы с вами обсудить сегодня вопросы. Я думаю, что они будут интересны нашим телезрителям. Это вопросы, связанные с психологией нахождения на диете, с психологией похудения и так далее. Мы сейчас активно работаем с диетологом. И он утверждает, что у меня очень много тараканов в голове. Так, и отправил ко мне, да? Нет, наоборот. Он считает, что я должна сама от них избавляться, от всех тараканов. Ну, вот я задам вам такой вопрос, который буквально получила от него только сейчас. Должны ли люди получать удовольствие от еды? Обязательно. Иначе похудеть невозможно. Вот я тоже так понимаю. Человек, который от еды удовольствие не получает, он будет только полнеть и полнеть. И тому примеров полным-полным. Вот я тоже так считаю. Но он считает, что нужно поесть и побежать дальше. Ну, хорошо. А что же происходит вообще с людьми, которые находятся на диете? Почему не получается у людей сидеть долго? Мы в своей жизни очень много пробовали разных диет, старались очень. И в конце концов это все не работает. Ну, знаете, я почему-то считаю, что выход из любого кризиса находится не там, где вход. И когда мы пытаемся лечить лишние килограммы диетой, то мы пытаемся перевернуть все с ног на голову. Хотя на это нацелена целая индустрия, да? Про промохудение, про разные продукты. Поэтому мой подход, он какой-то, наверное, здесь немножечко дикий. Я считаю, что вообще диетой невозможно ничего хорошего сделать. И через страдания вообще путь лежит только к страданиям. А для многих людей, которые любят хорошо покушать и вкусно, и много, и часто, диета – это страдания. Так вот, невозможно прийти к гармонии со своим телом, к гармоничному весу, к хорошему состоянию, если себя мучить, диетой, голоданием и прочим. Но это мое такое вот эксклюзивное мнение. Ну, я вам задам тогда в лоб вопрос. Понимаете, тут же чудес нет. Люди теряют вес тогда, когда получают калории меньше, чем они тратят. Да? Другое дело, что… Не согласен, не согласен. Потому что, смотрите, есть люди, которые боятся съесть лишнее пирожное, чтобы у них не появилось три лишних килограмма. А есть те, кто едят торты и булки и прочее, они при этом не толстеют. То есть, есть разные обмены веществ. Да, да. Это правильно. Мы в данном случае говорим о тех, у кого это все превращается от булок, соответственно. А что управляет обменом веществ в организме? Ну, так или иначе, наш мозг, я не скажу сознание, но наш мозг, какие-то его части. Поэтому, если мы можем так настроить свое подсознание на более правильное управление обменом веществ, то мы можем позволить себе гораздо более вольготную диету, если можно так говорить это слово, ну или образ питания. Поэтому, да, калории в нас поступают, но куда они потратятся, они пойдут к нам в энергию, они пойдут в жировые отложения или еще куда-то, или просто выйдут в никуда. Это зависит от управления обменом веществ. И те психологи, которые осмеливаются заниматься этой темой, они как раз влияют на работу организма. В конце концов, мы всегда знаем с детства, что есть йоги, которые могут настраивать очень тонкую работу тела. Нам не нужно становиться йогами, чтобы мы могли управлять вот этим обменом веществ. Это некие навыки, несколько несложных приемов, касающихся воздействия с нашим подсознанием. И человек через две недели чувствует, что он ест не меньше, чем раньше, а вес у него стал гармонизироваться. А как вот переключить фокус внимания, например, с того, что вот я ем, я получаю удовольствие, на то, чтобы происходил правильный процесс вообще? Вот как это сделать? Есть ли какие-то легкие способы, которые каждый дурак может освоить? Ну, каждый дурак не знаю, и смотря какие способы. Для кого-то легче голодать, для кого-то легче мучить себя диетой. А для кого-то легче поменять свое отношение к еде, к своему телу, к своим целям относительно этого тела. Это поподробнее, вот это интересно. И речь не только о том, что человек будет себя чувствовать комфортнее, но вес не изменится, а речь о том, что за этим другим состоянием последует изменение веса. И почему я сейчас про это могу так относительно смело говорить? У меня на моих тренингах по управлению событиями очень частый запрос, там, забросить 10 килограмм, забросить 15 килограмм. Но это в каждом третьем или в каждом втором даже списке целей он встречается. И мы с этими целями работаем, мы их переформулируем, потому что цель сбросить 15 килограмм, она неправильная, некорректная. Она ведет не к здоровью и не к снижению веса. Сейчас я расскажу про это немножко подробнее. Мы эти цели переформулируем, человек иначе ставит задачу себе, по-другому звучит цель. И дальше мы занимаемся взаимодействием с телом, то есть нам нужно с телом договориться. Когда человек говорит, хочу похудеть на 15 килограмм, это такой приказ тела. Значит, тело, ты мне не нравишься. Короче, да, посмотри, вот в зеркале ужас такой. Мне надо срочно, тем более скоро лето, вот сбросить 12 килограмм, желательно за 2 месяца. И тело в этом месте чувствует себя крайне неуютно, как и любой человек на такое бы среагировал. Или это очень какие-то жесткие способы нужные, которые приводят к нездоровью. Да, можно сбросить, можно перестать есть, и килограммы уйдут, иначе не бывает. Все-таки никто не отменял законы физики и физиологии. Но в этом не будет здоровья. И полным-полно женщин, которые видно летом, что они еще весной весили на сколько-то килограммов больше, а сейчас меньше, но от них энергия совсем не та. Да, они стали худее, как они мечтали, или почти как они мечтали, но у них нет радости в глазах, у них нет огня, нет еще чего-то. И это очень такое жалкое зрелище. Поэтому с телом можно и нужно договариваться, а не отдавать ему команду, так вот похудей на 15 килограмм. Мы можем давать телу направление движения, то, что мы хотим, некая команда. У нас есть команда на гармонизацию веса, на его снижение. И дальше мы не тащим тело за собой, четко указывая темп этого изменения, итоговые цифры. А мы идем за телом, предоставляя ему возможность двигаться в сторону более гармоничного веса. И это работает. И отклики людей после моего тренинга, который не был направлен на похудение. Это такой запрос на управление событиями, но не из основных, хотя он часто встречается. Не для этого тренинг, чтобы худеть. Для этого есть другие мероприятия. Это происходит, и люди пишут, что они действительно стали очень плавно, очень медленно, но двигаться к нужным цифрам их достигали через 2-3-4 месяца. И чувствую себя при этом хорошо. Поэтому я бы сразу ушел от вот этого директивного целеполагания. Так, тело похудей на столько-то килограмм. Во-первых, мы начинаем тело свое чувствовать лучше. Когда это происходит, мы по-другому едим. Если мы с телом как-то состыковались, согласовались, есть такое понятие интуитивное питание. Когда человек садится за стол, и он даже может об этом не думать, что у него есть какие-то ограничения в виде. Он съедает ровно столько, сколько телу комфортно, при этом получает удовольствие и живет прекрасно. И вот выход на это интуитивное питание идет тоже через психологические методы, через некое осознание, контакт с телом, контакт с пищей, которую мы едим. Ведь если так проанализировать, мы когда питаемся, сколько процентов нашего внимания уделено пище в обычной ситуации. Никогда мы в другой стране едим что-то экзотическое. Ну пять, ну десять. Мы общаемся, мы смотрим телевизор, мы бывает что-то читаем, полно-полно людей пролистливают что-то в гаджетах во время приема пищи, размышляют о чем-то. То есть мы этой еде уделяем внимание минимальное количество, одну десятую нашего внимания. И вот одна десятая часть этой пищи, она нам идет в энергию и строительный материал. Ну и в какое-то удовольствие. От девять десятых ложится в жир. Если мы попробуем эту пропорцию сместить и хотя бы иногда, а лучше почаще уделять еде внимание, свое полное внимание. То есть мы смотрим на то, что мы едим, мы об этом думаем, мы чувствуем каждый кусочек у себя во рту, мы эту еду духаем, мы как-то осязаем этот процесс. Мы в него включены полностью на 90%, то эти 90% в жир не пойдут. Они пойдут в энергию, в удовольствие, строительный материал и в остальные свойства пищи. И это инструмент. Одну секунду, я вас немножко перебью, чтобы понять, что я поняла вас правильно. Речь идет о том, что мы каждую минуту, когда мы поглощаем еду, мы думаем о том, что мы едим. И мы думаем, как наш организм это воспринимает, правильно? Даже мы не столько думаем, сколько мы чувствуем всеми органами чувств, вот эту вот еду, этот процесс, какая она во рту. Как я чувствую эту картошку, в которую я вкалываю вилку, как я откусываю, не знаю, там. Даже тот же самый гамбургер. Если вы включены в этот процесс по полной, то организм по-другому работает. И это основной навык того, кто хочет вес сбросить. И даже если это единственное упражнение, которое вы делаете, вы почувствуете эффект через 3-4 недели. Даже если больше вообще ничего не делаете. Просто это вот эта включенность. Понятно, это невозможно обеспечить, если мы живем не одни, и нам надо с кем-то пообщаться. Хотя я знаю семьи, которые по этому методу сбрасывали вес, и они договорились. Значит, мы когда обедаем, мы молчим. За десертом мы разговариваем. Не так страшно. Кофе, мороженое и так далее. И у всех там был эффект. Ну, хорошо. А вот все-таки диеты, они связаны с некоторыми ограничениями. Вот как ни крути, но все-таки мы говорим, что нужно потреблять калорий меньше, если уже вот так вот с диетологами работать. И получается так, что говорят, нужно есть меньше, сколько угодно есть этих вот всяких вот триков таких психологических. Они говорят, просто возьми, например, маленькую тарелку. Я абсолютно искренне считаю, что наша проблема, в особенности здесь, в Америке, в том, что мы перешли на большие такие ресторановые типа тарелки. Это на самом деле просто беда, потому что мы никогда в жизни не ели из таких тарелок в России. Я не знаю, как сейчас там едят, из каких тарелок. Часто тоже из больших, да. Тоже из больших, да? А я в большие тарелки. Это на самом деле большая проблема, потому что волей-неволей, поскольку тарелка большая, туда накладывается все больше, больше, больше пищи. И вот буквально недавно был Новый год, и мы там праздновали Новый год в компании, и рядом со мной сидели женщины. Я уже не такая, я уже так не делаю. А со мной рядом сидели женщины, и они говорят, ой, не могу оторваться, вот я должна и это попробовать, и это попробовать, и это попробовать. И в результате вся большая тарелка, она вся наполнена. Так вот, как в обычной жизни договориться со своим организмом по-хорошему, чтобы он не требовал таких больших тарелок, или двух маленьких, или трех маленьких, а чтобы он удовольствовался блюдечком? Давайте сначала про большие тарелки скажу. Я много по разным странам путешествую с тренингами. И вот, кстати, в Европе сейчас мода на большие тарелки тоже есть, но это не соответствует количеству пищи там. И я недавно был в Таллине, в достаточно элитном ресторане, и нам подавали все там три блюда на очень больших тарелках, но есть там было нечего. Ну, почти нечего. Нет, это правда, в ресторанах всегда подают на большие тарелки, там чуть-чуть еды, но это же мы говорим про дома, да? Да, да. Если мы включены в процесс питания, если мы смотрим и чувствуем каждый кусочек, который берем в рот, если наша еда достаточно разнообразна, то нам не захочется много есть. Это факт. Это можно проверить. Это можно проверить сегодня вечером. Вы знаете, поскольку я вот сейчас нахожусь в этом процессе, я вам скажу так. Сию минуты мне не хочется абсолютно, и мы Новый год совершенно спокойно все прошли, и все замечательно. Но еще два месяца назад мне сама мысль была бы дикой. Как это можно уменьшить? Не получается уменьшать. То есть это сложный вопрос именно подсознательного уровня. Потому что цель неправильная, да. Не нужно ставить целью уменьшать количество еды. Вот просто от нее отказаться, не знаю, на неделю откажитесь. Ну эксперимент приведите, мы же тут занимаемся разными подвижками. Эксперимент на неделю. Вы убираете цель уменьшить количество еды. Вы убираете цель сбросить лишние килограммы. На неделю только, всего 7 дней, да? Попробуйте. У вас появляется другая цель, вы хотите получить максимальное, не просто удовольствие от пищи, а максимальную включенность в этот процесс. И вы этому уделяете внимание. Ну, когда можете. Поставьте себе, приготовьте разное количество еды, поставьте себе это на стол. Вы все это можете поесть, попробовать. Но вот с этой вот включенностью. Вот у вас идет на это, не знаю, 20 минут, 30 минут. Вы заметите, что вы мало съели. Если вы на это все смотрите и чувствуете каждый кусочек, вы мало съели. Потому что вашему телу не нужно больше. А вот это потеряет удовольствие. Ведь для организма нету изначально кайфа в обжорстве. Есть кайф в другом. В получении пищи ценной, энергетической, с полезными веществами, в удовольствии. Если человек этого удовольствия не получает, то тогда срабатывает механизм суррогатный. Я буду этого потреблять больше и больше. Это как с сексом. Человек, у которого хороший секс, даже в молодом возрасте, ему не нужно постоянно менять партнеров, постоянно доказывать себе что-то в этом месте. Он ведет размеренный, хороший, качественный образ жизни сексуальной. Тот, у кого секс некачественный, и тот, кто не может в этот процесс включиться по полной, он все время ищет чего-то дополнительного, какого-то суррогата. Ему все время что-то не хватает. И про включенность в процесс то же самое. Запросы иногда от женщин на тот же самый тренинг «Управление будущим». Как получить оргазм и как похудеть? Два частых запроса. В сексе то же самое. Включенность в процесс – это то, чего нет у очень многих людей. Заняты мыслями, тревогами, беспокойствами и так далее. Включенность в процесс. Нас этому не учили с детства. Конечно, у нас не было секса. Не только про секс. Нас не учили быть включенными ни во что. Нам все равно, ты головой думаешь, а ты чего отвлекся и прочее. В каком деле нас в детстве учили быть в контакте с жизнью, с процессом максимально? Ни в каком. Редкие-редкие родители. И поэтому мы вот так живем, что наше тело требует здесь побольше храпнуть. Ему кажется, что количеством оно возьмет качество. Это рефлекс тела. Он так работает. И так мы набираем вес. Но еще раз. Выход из кризиса, выход из лишнего веса не лежит там, где вход. Ну, как вот. Это как с беременностью. Невозможно никаким сексом ничего сделать, если беременность уже есть. Ну, вот по-другому она будет куда-то развиваться в какую-то сторону. Так что насчет тарелок нормально. Возьмите большую тарелку. Положите на нее разные еды. Ну, положите сначала по чуть-чуть. Но разные. И глядя, что вы едите, и чувствуя каждый кусочек, попробуйте это съесть. Потом взять добавки. Вам не захочется. Вы это можете проверить сегодня. Это с первого раза срабатывает. Это не нужно навык, который там обретается. Это за раз видно. И часто приходишь на какой-то, не знаю, фуршет, где много-много разной еды. И берешься, если включен в процесс, не наедаешься. Я знаю по себе, какие-то мои ситуации в жизни, связанные с обжорством, это не про контакт с едой. Это про какое-то отвлечение. Конечно. На телевизор, на друзей, на все что угодно. Да. Да. Ну, хорошо. А вот, допустим, эмоциональное поедание, вот здесь называется emotional eating, я даже не знаю точно, как это на русский язык перевести, эмоциональное поедание, наверное, да, когда человеку весело, когда ему грустно, когда ему скучно. Люди едят, это опять же о включенности или не включенности, но это включенность своей собственной эмоции, да. И под эти эмоции, вот выделяется, очевидно, там выделяется, не знаю, что сахара, что там выделяется, но человеку становится легче эмоционально, да. То есть, вот как побороть эмоциональное поедание? Я думаю, что чаще всего эмоциональное поедание – это о тревожности. Даже если человек, когда ему радостно, он тоже едет к лодине, хотя это редкий вариант, ну вот как-то по моему опыту работы с клиентами – это редко. Чаще это действительно тоска, грусть, еще что-то. Это тревожность. И когда мы едим, у нас меняется там обмен веществ, да, железо работает иначе, и мы эту тревожность временно закрываем. И у кого-то это еда, у кого-то это алкоголь, у кого-то это наркотики. Но считается, что еда – это, по сравнению с алкоголем и наркотиками, самый такой экологичный способ, да, работы с тревожностю. Но это только про тревожности. То есть фактически ответ на этот вопрос будет в том, что это «ищите причину тревожности», правильно? Да, но это так легко сказать, там вот сами, да, Михаил, Светлана, говорят, «ищите причину тревожности, люди, и всего похудеете». Да, это все легкие слова. Сделать это бывает гораздо сложнее. Искать причину тревожности надо, да, но мне кажется, что можно параллельно с этим разделить вот это вот свое эмоциональное состояние и поглощение пищи. То есть из-за того, как вы нашли причину тревожности, вы можете уже повлиять на обмен веществ, и чтобы у вас этого объедания было меньше, если вы правильно обращаетесь с эмоциями здесь и сейчас. Вы еще не ходили в психоаналитику пять лет на эту тему, а просто вы решили своим этим эмоциям дать место и их осознать, их назвать. И если вы чувствуете, что от вас потянуло к холодильнику, спросили себя, что я сейчас чувствую, какая сейчас во мне эмоция? Хочется порадоваться. Да, эту эмоцию назвали. Хочется порадоваться, это мысль, это не эмоция. А эмоция, это может быть боль, тоска. И вы сказали себе, вот у меня есть там, не знаю, сейчас тоска, и я даю этой тоске время, место, час я ее буду чувствовать и проживать. Вы просто эту фразу проговорили, еще час не прошел. Кстати, это очень хороший инструмент, я уже по опыту предыдущих наших встреч, я все время им пользуюсь, иногда забываю, конечно, но на самом деле это правда. Это вот обижаться на кого-то или что-то, как только называешь какой-то промежуток времени, действительно все уходит, это правда. И еще раз повторяю, вам не нужно этот час ждать, если вы сказали, я час буду вот тут грустить или час буду расстраиваться. Только вы эту фразу проговорили, и если вы сейчас себя спросили, меня тянет так же к холодильнику или нет, вы поймете, что нет. И это только привычка. Но даже если тянет вас к холодильнику, вы эту протаску все сказали, вы взяли кусочек чего-то, что вы хотели, сядьте вы, минуту посмотрите на это, просто посмотрите, включитесь, потом этот кусочек съешьте вот с погружением в эту еду, вам второй кусочек не захочется, и ничего в этом страшного нет. И часто люди, которые начинают соблюдать диеты, у них и так есть тревожность, а они с этой диеты срываются и что-то съели, у них эта тревожность повышается, есть чувство вины от того, что я и должен соблюдать, а я не соблюдаю, что я скажу своему диетологу, и от этого еще больше тревоги, еще больше хочется есть. Забудьте на неделю. Вы через неделю почувствуете, это другое состояние, это меньше еды хочется, и вы почувствуете, что вы наконец-то двигаетесь в сторону вашей цели. Можете сказать, я молодец, я за неделю достиг результат. Да. Еще одну вещь хотел я добавить, пока мы эту тему не покинули. Мы же все разные, и мы разные по векторам, я не знаю, насколько аудитория сейчас канала… Знают, 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 потому что спрашивают, да, спрашивают. И у каждого вектора есть свой способ более правильный снижения веса, и то, что одному хорошо, другому смерть, и наоборот. И я потом скажу, у меня есть мини-тренинг про гармоничное похудение, мы там как раз разбираем и про векторы, как это все делать, и кому что. И это же тоже про контакт со своим состоянием, надо прочувствовать, я сейчас в каком состоянии, у меня есть разные векторы, понятно, не один. На данном этапе жизни, вот сейчас я в каком векторе себя чувствую, и согласно нему уже что-то в этом месте менять, двигать и смотреть иначе. Поэтому общие советы, чтобы сбросить вес, нужно делать то-то, они страшные. Кому-то это только во вред. Это как общие советы, давайте детей воспитывать определенным образом. Одному это хорошо, а другому кошмар. Сейчас я вам задам вопрос, который может быть не так сильно связан именно с похудением, но вот, допустим, человек находится на диете, у него стабилизировался вес, все замечательно, дальше ему нужно придерживаться некоторого рациона питания, для того, чтобы просто не уходить куда-то там, снова не набирать вес. И мы уже говорим о программе удержания веса, а не о программе диеты. Я думаю, что вы знаете, существуют, наверное, какие-то шкалы, за какое время формируются привычки придерживаться определенного стиля питания, например. То есть, скажем так, срок формирования устойчивой привычки. Есть такие цифры вообще? Ну, я сейчас не о цифрах, а о сути. Я думаю, что это зависит от того, как эта привычка появилась. Если она появилась очень натужным образом, если человек, преодолевая себя, заставлял тебя вырабатывать привычку, растаптывая, собственно, какие-то потребности, желания, то эта привычка неустойчива. Как люди, которые бросают курить через силу, заставил себя бросить курить, как долго этот привычка формируется? Да не знаю. Через 10 дней сорвало и все, или через месяц. А люди, которые не бросают курить, а курить просто перестают, потому что пропала потребность, они не курят потом долго. Я в свое время 10 лет курил, много раз бросал, и это все приводило ни к чему. А когда я просто перестал курить в один момент, или в поле, сходить в гармонию, так это и осталось по сей день. Также и в еде. Если эта привычка получилась, потому что тело вдруг почувствовало, что ему каким-то образом хорошо, а не плохо. Человек так прожил неделю, тело запомнило, что есть хорошо. Это привычка надолго. И здесь даже если какой-то срыв случился, он не страшен, потому что у тела хорошая память, тело помнит, мне же было хорошо. И я знаю, как это делать правильно. И к этому гармоничному состоянию возвращается. То есть буквально недели достаточно для того, чтобы выработать какое-то правильное... Если мы говорим про полный контакт меня с телом, с едой, про гармоничное состояние, про снижение веса, которое сопровождается удовольствием от еды в том числе, то неделя, две недели достаточно память тела. Все, она уже останется потом. Вы уже будете знать, как это выглядит, и вам будет сложно долго жить иначе. А вот если вы через какие-то сложные голодания, диеты к этому пришли, вас всегда будет тело кричать изнутри и просить, что что-то хочется в голову. Вкуснее, вкуснее. Да, хочется вкуснее. Ну хорошо, давайте мы поговорим про чувство голода. Дело в том, что мы же не живем в голодное время, и в принципе никто из нас особо не голоден. И существует подмена, наверное, реального голода каким-то мнимым голодом, который существует у нас в голове. То есть я вообще считаю, что все проблемы с похудением, они начинаются из головы. Потому что это вот очень сложно, да. Да, вот если мы научимся правильно с головой работать. Вот, допустим, чувство голода, которое у нас возникает, как с этим иметь дело? То есть мы еще не начали даже есть, но опять же, да, тревожность, мы имеем дело, это тоже вот, когда идем к холодильнику, это один аспект. А вообще вот, допустим, или это все связано с тревожностью? Нет, я думаю, это связано еще с какими-то желаниями, которых мы не осознаем. Потому что желание есть, оно самое-самое базовое в живой природе, наверное. Не знаю, как у растений, но вот у животных оно первичное и базовое. И когда есть у нас какие-то желания, которые мы не осознаем, которые мы не даем места из самых разных сфер жизни, из личных отношений, из самореализации, какой-то карьеры, еще чуть сексуальные желания, в конце концов, то в нашем бессознательном на уровне тела это «хочу» очень часто звучит как чувство мнимого голода. Потому что для тела слово «хочу» первое, что я хочу, что я хочу? Я есть, конечно, хочу. Просто хочу есть. И поэтому, вот я когда работаю с клиентами, и есть такое у них, я все время хочу есть, то возникает вопрос, а что ты на самом деле хочешь? И мы чаще всего выруливаем на желание человека, от него скрытое, подавленное, чаще всего. Желание отношений личных или изменения отношений, желание какой-то самореализации, желание отделить себя от ребенка, который недавно родился. Ведь почему часто женщины не могут забросить вес набранный во время беременности и кормления на груди? Потому что женщина слита в этом месте с ребенком, психологически слита. И у нее как бы статус это мама-ребетка. А статус женщины отдельно сама по себе, он обретается после родов небыстро и не всегда гармонично. И поэтому этот вес это как признак статуса, такого бессознательного статуса. Ведь когда маленький ребенок хочет стать значимым, большим, он думает о размерах. Ему нужно стать большим. Когда наше тело чувствует, что нам не хватает значимости, оно может увеличиваться в размерах. По вертикали мы ограничены в увеличении размера, по горизонтали безграничены. И поэтому, кстати, если говорить про векторы, частая проблема красного вектора, уритрального, который не реализован, это набор веса, у которого нет статуса. Человек красный без статуса очень часто набирает килограммы. И как только он находит вариант самореализации, когда он этот статус получает, для него важный, у него вес очень быстро гармонизируется. Это же самое женщина после родов, когда находит ощущение себя, так, все, ребенок уже как-то подрос, ему там или 6 месяцев, или 3 года, или 18 лет уже. Женщина понимает, ага, а теперь я снова сама по себе женщина. И в этот момент наступает перелом, у нее начинается снижение веса, она приходит с каким-то более гармоничным цифром. Поэтому через это место тоже можно смотреть. Ну, это интересно, конечно, очень. Это интересно. Значит, как мы можем использовать самовнушение, работу с самим собой, со своим подсознанием, для того, чтобы решить проблемы с весом личным, лишним. Самовнушение, это убеждать себя, что я вешу сколько хочу. Я не знаю, может медитация какая-то. Я думаю, что здесь тоже, здесь очень правильно определиться с целями. Я заметил интересную статистику у меня на тренинге. Люди, которые одной из основных целей ставят снижение веса, у них с другими основными целями проблемы. И когда мы занимаемся фильтрацией этих целей на тренинге, то люди часто становятся, у меня целей-то никаких и не осталось. Люди, у которых есть яркие цели в жизни, правильно сформулированные, которыми они двигаются, которыми они горят, у них цель снижения веса редко-редко когда стоит. О чем она? Можно не обращать внимания. Знаете, мы тоже по жизни очень увлекающиеся. Ну, я понял вашу идею. Для меня это по-другому. Для меня другая зависимость. Мне кажется, что человек, который хорошо чувствует свои настоящие цели, к ним идет, ими горит, как я говорю, шило в попе, куда-то стремится. И тем не менее, знаете как, тут он горит, и у него совершенно нет времени. фокус на еду не направлен, фокус на питание не направлен, оно идет само собой, но, безусловно, еда это источник получения удовольствия. То есть, он приходит, после там рабочего дня или еще что-то такое, приходит, расслабляется, ну и тут уже на всю катушку. Я бы пообщался с таким на тему цели, мне было бы интересно на правду поработать. еще раз, про цели и про самовнушение. Выход наш на другие наши яркие цели, чтобы цель снижения веса стала сопровождающей, не основной. У многих людей она основная. Многие люди ставят это в зависимость от чего-то. То есть, я не могу строить личную жизнь, потому что у меня там лишние килограммы. Я не могу устроиться на работу, которая мне хочется, потому что я вешу больше, чем надо и так далее. Вот это неправильная зависимость. Когда человек выстраивает свои цели более корректно, начинает к ним двигаться, то у него и вес приходит в норму. Я это видел до тысячи раз среди своих клиентов. Поэтому самовнушение и медитация на тему моего движения к моим ярким целям. И не нужно здесь обязательно подставлять рядом, а вешу я при этом 45 килограмм. Я вижу, как я реализую себя в личных отношениях, я вижу, как я реализую себя в карьере, в чем-то еще. Я себя чувствую комфортно в своем теле. Не нужно называть цифру килограмм. Просто представьте, что такое для вас ощущение комфорта в теле без цифры. Это же можно представить? Ну, комфорт, наше ощущение, оно не в цифрах. Мы цифры привязываем к ним специально. В размерах. Я могу бежать, сколько хочу. Давайте так. я могу пробежать в пять раз больше, чем вот там раньше. Ну ладно, в два раза больше. Не, ну никто не бегает, смотрят, например, на размеры. Вот я хочу такого быть размера. теперь плохо работает. А для чего хочешь быть такого размера? Хочу быть красивой. Во, вот отлично. Быть красивой. Хочу быть красивой. Нравится, там, не знаю, мужчинам. Это же просто, тебе хотя бы нравится. Себе нравится, да. Хочу быть красивой, нравится тебе. Прекрасная цель. За это потянется изменение веса. Но не ставьте цифру. Вот договориться с телом очень хорошая цель быть красивой и нравиться себе. Но очень плохая цель сбросить 15 килограмм. Понимаете разницу? Да, да, конечно. И тело тоже хочет быть, ну, в своем каком-то понимании красивым и себе нравится, и знать, что есть гармония, и все хорошо, и меньше тревожности. Поэтому это прекрасная цель. И можно на нее медитировать, как это говорится, создавать целевой слайд. Я красивая, себе нравлюсь. И не просто я себе нравлюсь вот такая большая, а я себе нравлюсь, потому что я стройнее и стройнее. Хотя это тоже вопрос восприятия. Я помню, у меня была знакомая девушка в юности, она, ну, она была очень полная. Ну, вот, не просто полная, а очень-очень полная. Она так в дверь с труда проходила. И она писала в объявлении о знакомстве стройная брюнетка, познакомилась с там, славным человеком и прочее. И я, когда ее спрашивал, почему она так, я был очень удивлен, что она нисколько не лукавила в этом месте. Она просто считала себя такой. Она считала себя стройной брюнеткой. Хотя она вот, ну, была, очень, отличалась. я даже, да, я понимаю, откуда это идет, но мы сейчас не будем на эту тему. Ну, хорошо. В общем, Михаил, я знаю, что вы разработали некоторый тренинг по, связанный с диетами, с худением. вы расскажете немножко. Да, опять же, много лет веду тренинг управления событиями своей жизни, там много разных инструментов, и я посмотрел на моих клиентов, которые ставили цель гармонизировать свой вес и у которых эта цель состоялась. Чем они пользовались? Вот по их отзывам, по моему общению с ними. И я взял оттуда несколько инструментов, которые прекрасно работают на гармонизации своего веса. Я добавил туда информацию о наших векторах, о понимании того, как они способствуют увеличению массы тела и как можно через них работать со своим телом вот на это гармоничное изменение. И добавил несколько приемов, которые просто я из своей практики психотерапевта взял на многих-многих клиентах с этой темой мы тоже работали, и получился мини-тренинг. Он такой небольшой интернет-тренинг, там три онлайн-занятия по полтора часа про векторы, про цели, про коррекцию целей, про вот эти вот инструменты психологические. Там практика, там конкретные вещи, что сделать, как посмотреть, что изменить, как своему телу помочь, там ответы на вопросы, упражнения, общение с группой. И вот, по-моему, начинается у меня 16 января, ближайшая группа, и вот мы его за три недели, три занятия... А цену можно озвучить? Это как бы нормально так в эфире? Там есть разные пакеты, и там начинается... Первый пакет, по-моему, дешевле, чем 5000 стоит. 4900 сейчас стоит базовый пакет, минимальный. Там, в общем, ничего лишнего, но все, что надо, включено. Вот. 4900 рублей. Мне это ничего все равно не говорит. за три занятия. Это меньше, чем... Это, наверное, там сколько? 80... Не, меньше даже. Да, 80 долларов, примерно так. Вот. Есть расширенные пакеты, там добавлены другие разные опции, если они кому-то нужны, то это доступно. Я думаю, что мы ссылочку сами сможем поставить под этим... О, обязательно, да, да. Вы меня запишите на тренинг, и мы поставим, да. Мы поставим ссылочку, даже не без сомнения. Я думаю, что это будет интересно, потому что на самом деле за нашим похудением следят очень многие люди. Мы так это в эфире, можно сказать, худеем в эфире, поэтому я думаю, что поскольку люди в теме, то им это будет интересно. Я думаю, вы тоже будете на тренинге, вам тоже будет интересно. О, да, да. Расскажешь как-нибудь по секрету про ваши изменения. Да, да. Ну, изменения уже есть. Я уже на 5 килограмм похудела, там еще фактически не находясь на диете даже. Я на диете с 1 января, а с 6 декабря мы были на круизе, и наша задача была там не поправиться. Все вокруг поправились, а мы похудели. Так что это очень здорово. Ну, вы же владеете инструментами управления событиями? В данном случае это было больше не психологическое, а диетическое. Ну, хорошо, Михаил, спасибо вам большое. Спасибо вам, Светлана. Вот, я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в эфире с интересными темами. Да, если вопросы, можем продолжить эту тему или куда-то... Да, давайте обратимся. Может быть, люди захотят задавать вопросы, вы посмотрите, потому что они в комментариях часто пишут, да, какие-то вопросы. Да, хорошо, я буду там под видео что-нибудь отвечать, хорошо. Да. Спасибо вам большое. Вот, и до скорых встреч. До встречи, счастливо. Пока-пока. Пока-пока.